Здесь все государство держится на коррупции. Это же не я придумал, это говорят профессора, экономисты и так далее. Что убери коррупцию и все государство развалится. Что же это за государство такое построили? Вместо того, чтобы повышать свой рейтинг за счет улучшения жизни людей, развития промышленности, они вкладывают деньги в пиар и у них все зашибись. Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня хотелось бы вернуться к нашей прежней теме. Это теме борьбы против фашизма, за демократию и прогресс. Поводом послужило двойное задержание во Франции, столице мирового сатанизма. Задержали нашего миллиардера, создателя Телеграма, Павла Дурова. Который, в общем, сейчас уже не Павел Дуров, а Пол Ду Рове. Пол Ду Рове. Значит, маркиз д'Артаньян, да, Карабас-Барабас. Ну, я не знаю, я вот как бы пользуюсь Телеграмом, не могу сказать, что что-то такое, испытываю какие-то особо от этого теплые чувства к этому Дурову. Но, конечно, не даром вся наша пропагандистская рать, да и не только наша, не даром все правоконсервативные силы. Ну, а, собственно, наша пропагандистская рать, она входит в этот пул правоконсервативных сил. Не даром все эти замечательные люди, они дружно бросились этого Павла Дурова защищать, спасать. Ну, в общем, используют это для криков о том, что вот на Западе нет свободы слова, демократии, что вот, пожалуйста, у них еще хуже, чем у нас. И здесь, конечно, они присоединились к голосам Трампа, Илона Маска и других сторонников правоконсервативной версии фашизации общества, о которой мы говорили в прошлый раз. Я просто тут не могу, сейчас эта тема, она становится все более кто-нибудь, потому что вчера у нас, значит, в Самаре задержали известного блогера Алину Лушавину, врача, женщину, значит, мать, жену и так далее, которая широко известна как «Топившая против ковида» и так далее. Ну, достаточно широко известный блогер, оппозиционный, которая выдвигалась там на пост губернатора местного и так далее. Ну, вот эта женщина выступала, значит, там как оппозиционерка, по многим вопросам критиковала власть и так далее. Вот вчера она задержана, причем, я не знаю, это правда, даже неохота в это верить, якобы 20 человек там в вооруженных бронежилетах пришли ее арестовывать. Ну, я даже, честно говоря, не могу в это поверить. Ну, то, что ей там дали по голове, это ладно, это, в общем, мы в России живем, не в сатанинской Франции, но 20 человек, это на фоне того, что происходит в Курской области, ну, в это даже верить не хочется. И, знаете, я не сравниваю два эти события, я думаю, и без меня каждый это сравнит и сделает определенные выводы. Еще раз говорю, все это звенья одной цепи. Значит, после краха Советского Союза исчезла позитивная, гуманистическая составляющая мира. То есть, зло оказалось неуравновешено. Короче, мы в мире, где Бога нет, а его противник налицо. Ну, я прошу прощения, это неудачная у меня была такая фраза, но вот примерно в таком мире мы оказались. Да, и этот противник, он сейчас совершенно очевидно без наличия Советского Союза и при наличии, при наличии так называемого шестого технологического уклада, который включает в себя роботизацию, искусственный интеллект, всевозможные там, 24 списка, посмотрите. Кстати, интересно, что вот какой-то такой связной подробной информации об этом вы не найдете, даже в Википедии. Есть разные варианты, да, ну вот все примерно понимают, о чем речь. Цифровизация, нанотехнологии, искусственный интеллект, значит, робототехника и так далее. Там вот огромное количество вот этих новшеств, причем они совершенно не безвредны, даже для физиологии человека, то есть подлый контроль над жизнью, над поведением и так далее. И вот это чипы пресловутые, которых мы видели только в кино, а теперь они уже и в жизни появились. И это, конечно, вот делает, что называется, сказку былю. То есть вот то, что мы видели только в фантастических фильмах, оно вот в ближайшие десятилетия станет реальностью. То есть полный контроль над человеком. Ну, я думаю, что вот просто некоторые люди, они не замечают, как мы все больше и больше утративаем самостоятельность. Да, вот действительно, вот был какой-то фильм еще несколько лет назад, как у женщины похитили документы, карточки все и так далее, и она вынуждена была доказывать, что она вот она, что за ней началась какая-то охота, ну какие-то жульфы. Ну, это фантастический фильм. Ну, реально, реально, это реально действительно будет в ближайшее время, это можно будет сделать с человеком. И уже сейчас, вы видите, везде отслеживают, везде камеры. И это все делается под предлогом нашей безопасности. Не под предлогом контроля над нами, а под предлогом нашей безопасности. Это для нас, чтобы нам было лучше, чтобы мы, значит, вот как-то могли быть спокойны. Покойные и, ну, посмотрите, чем больше для нашего покоя и благополучия делается, тем менее благополучно и покойно мы живем. И дальше-то будет еще хуже все. И это дураку понятно. Я уже надеюсь, что даже и дураку давно понятно. Нам говорится, что это делается для того, чтобы была стабильность, то-се. Ну, слушайте, ну что у нас, вот реально, вот у нас, в чем у нас стабильность? В чем стабильность? Стабильно сокращается население России. Ну, это стабильно, я тут не поспорю. Это заслуга действительно большая. Стабильно замещаются русские таджиками и другими. Тут тоже никак, хотя при этом это используется для нагнетания ксенофобии, нетерпимости, значит, к этим несчастным мигрантам и так далее. Но это стабильно происходит, да. Стабильно все разворовывается. Вот, кстати, по поводу разворовывания. Сегодня прислали мне один текст, значит, некого человека. Я не знаю, кто он такой. Ну, я, честно говоря, думаю, что если это не ЦЕПСО распространяет, а действительно это реальный текст, что это просто вообще приговор всей этой системе нашей. Называется он худший министр обороны из Тувы за тысячу лет существования России. И там по пунктам, там никаких политических нету обвинений, ничего там ни про ковид, ни про что. А там по пунктам перечисляются все недостатки, которые были за последние годы, вот эти, сколько там, 12 лет министром обороны был этот министр Рустовой, значит, самолеты, ракеты, танки, орудия артиллерийские и так далее. И там более 40 пунктов. И по каждому пункту подробно человек говорит, вот этого нет, этого нет, этого мало, это не так, это мы уступаем, то-то, уступаем. Оказалось, вторая армия мира, она уступает, она реально, оказывается, сейчас чуть ли не пятая-шестая. Но я не знаю, она, наверное, была пятая-шестая до начала вот этой странной военной операции, но сейчас-то она, конечно, я думаю, все-таки вторая. Ну, хотелось бы надеяться, или, по крайней мере, станет второй. Ну, не второй, конечно, второй она уже никогда не станет, но, по крайней мере, третий. И я думаю, что, тем не менее, вот когда я читал это все, это просто какой-то зашквар. И это ведь не просто какие-то цифры чего-то украли. За этими цифрами стоит море крови, реки крови. За этими цифрами стоят матери, которые, дай бог, если им удастся похоронить своих сыновей. За этими цифрами стоят дети-сироты. За этими цифрами стоит сокращение демографическая катастрофа. И за этими цифрами стоит уничтожение славян с обоих сторон фронта. Потому что мы видим, что с той стороны не просто славяне из братского народа Украины, а это в основном-то русские, которых там ловят, как животных, заставляют воевать. Потому что чудовищный факт. Вообще, мы живем в какой-то чудови... Все чудовищное кругом. И то, что эти-то западенцы, которые все это заварили, они воевать, оказывается, не особенно-то и рвутся. У них там колоссальный процент уклонившихся и дезертиров. Просто чудовищная какая-то... То есть, воюет сейчас восток Украины, который мы призваны были защитить. Воюет с нами и гибнет там в огромном количестве. И вот он там приводит цифры, которые были выделены на все это замечательное оружие, которое или не оказалось, как он пишет, или оказалось совсем не то. И там что-то насчитал чуть ли не один триллион долларов. Долларов США. Это такая цифра С английская и почему-то зачеркнутая снизу вверх двумя полосочками. Не знаю, что это означает. Тут появилась такая информация, что разворовали в Министерстве обороны 11 триллионов рублей. Я уже сказал, что не верю, потому что невозможно такую цифру разворовать. Ну, даже это... Куда это можно деть такие деньги? Но вот когда я прочитал этот материал аналитический, худший министр обороны из Тувы, я был просто... Мне отстали возникли, а может быть и действительно они сумели? Может быть действительно в борьбе с сатанизмом мы одержали очередную победу? Потому что, ну вот то, что там расписано, я еще раз говорю, дай бог, чтобы это оказалась какая-то провокация, диверсия ЦПСО, которая таким образом хочет нас напугать, значит, стравить общество внутри себя. А если нет? Знаете, лет 5-7 назад, что ли, когда вот появились все эти замечательные мультфильмы, которые нам показывали про лучшее в мире оружие и так далее, у меня была идея, я даже поговорил там, я не помню там, почему это не состоялось, мы хотели сделать альбом такой в издательстве. Вот он, какое там выдающееся наше оружие. И я связался с одним историком, он, собственно, историк вооружений, очень объективный, честный человек, нищий, голодранец, зубы вставить не может уже много лет. Ну, не хочу называть его фамилию, его и так все знают. Он автор около 500-600 книг, наверное, на разные темы, в основном военные. И он так воодушевился, и мы с ним много говорили о том, что надо сделать такой альбом. И я говорю, а вот случайно это все не лажа? Говорят, что это мультфильмы. Он говорит, нет, нет, я хожу на все выставки, все эти танковые парады. Это у меня много знакомых, они мне рассказывают и все такое и так далее. Это все на самом деле, мы действительно всех обогнали и все такое. Причем, заметьте, этот человек совершенно независимый, не ангажированный, неподкупленный и так далее. Он честный, действительно, я его очень уважаю. Его историки о нем в основном плохо отзываются, но я его очень уважаю именно потому, что человек честный. Он никак не повязан ни грантами, ни карьерой, он сам по себе, нигде не работает, сидит и книги пишет. И я вот сейчас думаю, ну неужели даже такого человека, специалиста по вооружениям, а он реально специалист, ну по артиллерии, по крайней мере, да, неужели даже такого человека сумели так обвести вокруг пальца? Даже такого человека? Что же говорить о обычных людях? Александр Иванович, вы затронули такую очень важную и даже страшную тему, да, то есть не то, что за деньги, не то, что специально обманывают, а в принципе вот он неосознанно, он же может и в книгах своих, и в исторических каких-то тематиках написать именно вот эту вот неправдоподобную информацию. И слава богу, что эта книга не... Вот у меня два было таких проекта. Вот еще в 99-м году я как-то подумал, что один человек скоро станет президентом. Потом, кстати, выяснилось, что я не очень ошибся. А я тогда, как и многие, верил очень в этого человека, он всем все обещал, очень четкий такой, ну не могу сказать, что мне там нравились некоторые его словечки, ну я и сам тоже грешу этим делом, но, ну безусловно, я хотел написать о нем такую вот книгу хвалебную, что вот сейчас вот такой человек наведет порядок, рванет и все такое, да. Ну тем более, что я тогда общался с разными людьми, кстати говоря, с Дугиным, с тем же, который тоже был без ума от этого человека, ну он и сейчас остается без ума, ну он вообще, по-моему, без ума. И я думаю, что вот эта всеобщая эйфория, все мое окружение тоже связывало огромные надежды. И вот слава Богу, что эту книгу не захочет... А, издательство довольно крупное, ну во главе его стоит человек очень осторожный, ну не потому, что он по национальности, ну не важно, кто он по национальности, знаете, мы не антисемиты в конце концов, но он, значит, эту книгу предложил, значит, чтобы в администрации посмотрели. А в администрации там как раз уже свою книгу подготовили замечательную, про этого же человека, не будем говорить, кто это, значит. И сказали, нет, не надо, не стоит, это слишком такая, короче, хвалебная книга, зачем? Перебор. И слава Богу, что эту книгу не напечатали. И слава Богу, и также слава Богу, что мы не выпустили вот этот альбом про все это замечательное вооружение, которое действительно оказалось на поверку не таким уж и замечательным. Но вот возникает вопрос, а куда делись эти огромные деньги? И знаете, я вот тут скажу свое мнение. Я не думаю, что вот... Ну понятно, что-то, конечно, было сделано, много сделано и так далее, было много сделано в советское время, при Устинове, спасибо им за это. Но все-таки я не думаю, что все эти деньги были разворованы. Я думаю, что вот эта ситуация, которая сложилась в результате того, что мы видим, это связано с тем, что неэффективна сама наша наука и производство, экономика, неэффективна вот все это, система не работает. Я долго думал на это. И вот еще лет 10 назад, наверное, было какое-то топ-шоу, и там был какой-то парень, крупный ученый, он приехал из Америки, и вот его пытались все переманить в Россию, и создали ему тут лабораторию в МГУ, по-моему, и у него там была лаборатория в Нью-Йорке. И ему спрашивают, ну скажите, ну а где вам больше денег дают на исследование? Он говорит, ну здесь, конечно, в Москве дают больше денег. А говорят, вот видите, а вы не хотите окончательно к нам переехать? Он говорит, ну... Ну я примерно смысл передаю. И он тут говорит вот эту вещь, которая тогда меня поразила и запала мне в голову, и потом я вот все время убеждался, что действительно вот это была правда. И в этом вот вся сермяжная суть, что называется домотканная. А именно он сказал, ну результатов-то я там добиваюсь гораздо больших, при меньших деньгах, чем у вас. И тут быстро ведущие, естественно, свернули этот скользкий разговор, скользкую тему и так далее. И я вспоминаю свои разговоры с покойным нашим физиком, Нобелевским лауреатом, фамилия вылетела из головы, коммунистом и так далее, который... Ну я, честно говоря, вот там были какие-то выборы, его не выбрали в Академии куда-то. Я думал, что вот он огорчился, обиделся, и вот эти разговоры, я думал, ну вот такие тягостные были разговоры, часами причем, и я как-то даже пытался его как-то приободрить, говорить, да не все так плохо. И сейчас я думаю, что действительно ведь человек-то реально понимал ситуацию, я как дурак пытался его-то что-то возражать. Ну не возражал, я просто пытался как-то там внушить оптимизм. И я вспоминаю, знаете, моего покойного, ну не знаю, ну мы мало общались, к сожалению, времени нет на общение, он мой полный тезка Александр Иванович Казенцев, да, публицист, писатель, он вроде бы как из патриотического лагеря, на самом деле был глубоко левый человек, и левых взглядов совершенно мы с ним совпадали, абсолютно. Ну просто он оказался в такой компании, как бы, то есть в таком болоте в этом, но сам был человек абсолютно других взглядов, очень правильных и так далее. И вот последние годы я ему говорю, давайте вот еще какую-нибудь вашу книгу опубликуем, что-то, все, вот я не пишу ничего. Я говорю, ну почему, он говорит, я очень пессимистически настроен в отношении, там, не будем говорить кого, значит, ну не президента, нет. Я говорю, ну и что, я говорю, ну это же, ну я тоже, может быть, ну вы же поймите, что надо верить в народ, надо верить в его, ну вот, я все время цитировал этого Ленина, который сказал про Бакунина, что Бакунин был чепушило, дурак и придурок, ну все ему можно простить за то, что он верил в революционный энтузиазм народных масс. Я говорю, ну это же ключевая фраза, все можно простить за веру в народ. Ну вот, вы верьте, у меня уже нету сил никаких и так далее. И вот я вспоминаю, вот это все как-то накладывается, и думаешь невольно, да? А почему это все? А причина одна – капитализм. Вот тот путь развития страны, который был выбран без мнения народа, вопреки мнению народа, народ не хотел капитализма, но в результате манипуляций, вот этих политтехнологических всяких схем и так далее, народу навязали капиталистический путь развития. Нигде, никогда народ не голосовал за капитализм. Проведите сейчас референдум, и все скажут, что большинство, вот любого сейчас спроси, Косоглазого Гозмана, иностранного агента, Андрея Макаревича, я не знаю, агент он или нет, какого-нибудь, я не знаю, последнюю Собчак, любой скажет, что да, народ у нас такой, он проголосует за социализм против капитализма. Возникает вопрос, а почему же мы тогда живем при капитализме, если народ не хочет капитализма, а потому что народ голосует за президента, который хочет капитализма, и за единую Россию, которая строит капитализм. Как же получается, народ не хочет капитализма, а голосует вопреки своему же желанию? Может быть, просто, ну мне скажут, ну просто считают неправильно. Нет, это слишком легкое объяснение. Да, считают и организуют выборы, конечно, совершенно неправильно, и уже много раз об этом говорили и так далее. Все это просто профанация демократии, но нельзя не отмечать, что все-таки очень большое количество людей поддерживает эту партию, поддерживает этого президента. Александр Иванович, но мы же знаем, какой аппарат, он все больше и больше нарастает, вот этот чиновничий, учителя, те же самые. Да, 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 понимаете, да. И здесь такая же ситуация, как вот в губерниях. Вот губерния вшивая, люди живут плохо, значит, а губернатора рейтинг наивысочайший. Я никогда не мог понять этого. А потом мне сказали, да что ты, посмотри, сколько заложено в пиар губернатора в бюджете губернии. Это же какой-то вообще невиданный цинизм. Вместо того, чтобы повышать свой рейтинг за счет улучшения жизни людей, развитие промышленности, они вкладывают деньги в пиар, и у них все зашибись. И так в масштабах всей страны. То есть мы живем в страшное время. Но еще раз говорю, у нас задержали Алину Лушавину в Самаре. Там, конечно, это все плохо и так далее. Но, слушайте, барона по поля де Руа задержали в Париже миллиардера, создателя телеграмма, который смотрит по всему миру там, не знаю, сколько миллионов людей. И издеваются над ним там, как хотят. И предъявляют ему совершенно нелепые какие-то обвинения. То есть это процесс всемирный. Во всем мире все говорят, да, капитализм это зло, это что такое, третье, десятое. Я думал, а почему во всем мире это говорят? А потому что они хотят изменить капиталистическую систему. Вместо демократического капитализма они хотят навязать сейчас людям фашистский капитализм. Ведь нацистская Германия, фашистская Италия, франкистская Испания, Салазаровская Португалия, зависимые виды фашизма Латинской Америки там, это все капитализм. Это не какой-то третий вид по сравнению с социализмом и капитализмом. Это капитализм, просто форма капитализма, где люди не решают вообще ничего, где никакой демократии нет, она фиктивная там, она абсолютно фиктивная, где насилие, страх, запугивание, это главное оружие управления со стороны ничтожного олигархата. Вот то определение фашизма, которое дал Димитров, что это власть финансового капитала, оно сейчас как никогда очевидно становится всем, что оно было совершенно правильно. Средний класс вымывается, масса людей подвисла, они не пролетари, не пойми что, они работают неполную неделю, самозаняты и так далее, то есть размывается вот эта социальная структура общества. И кучка вот этих олигархов правит миром. Причем у них два варианта, надо сказать, что у них нет единого варианта. Один вариант это вот Трамповский, это такой вариант правоконсервативный, то, что, кстати, и у нас пытаются навязать нам. Это вариант Ильина, Дугина, если брать идеологический вектор тут. Второй вариант это либеральный, прикрытый фиговым листком демократии и заботы о братьях наших меньших. На самом деле это вариант, ну вот посмотрите, да, вот хотя бы вот эта кампания в защиту негров в Америке. Чем она кончилась реально? Да ничем. Как были они нищие, голодные, преступников там навалом среди них и так далее, так все и осталось. А ничего не изменилось-то в отношении, ничего не изменилось, бла-бла-бла. А положение тех, кто хочет, чтобы они работали, чтобы они не жили на пособия. Я уже говорил, я вот знаете, много лет назад, еще был Советский Союз, я напечатал в одной газете статью питерской, там были какие-то очередные беспорядки, связанные с неграми в Америке. И я напечатал там статью, что какая-то странная вообще вещь. Вот вроде бы им платят, матерям-одиночкам негритянским, огромные пособия. И к чему это привело? Это привело к тому, что они не заинтересованы в мужьях, они действительно становятся одиночками, у них дети вырастают, значит, безотцовщина. И, значит, соответственно, их не приучают к труду, потому что эта мамаша живет на пособии, значит, и они становятся преступниками. То есть, в результате-то, это, то есть, вроде бы делает хорошее, благое дело, в результате приводит к тому, что их просто деградируют, этих несчастных. Тут начался такой хай, да это какой же ты левый, какой ты социалист, да это же российская статья. Я же говорю, не призываю их там дискриминировать, уничтожать, но просто это же до анекдота уже доходит. И это сейчас будет в отношении всех. Сейчас самое страшное, что вот эти два варианта фашизма, они на базе технологического, вот этот шестой технологический уклад, он не только делает возможным вот это управление, манипулирование людьми, он еще делает массу людей ненужными вообще по определению. Уже через 30-40 лет миллиарды людей будут ненужны. Не миллионы, не сотни миллионов, а миллиарды. А что с ними сделать? Ну, очевидно, тут же они будут сношаться с обезьянами, кушать летучих мышей, тут же они заболеют всякими инфекциями и вымрут просто. Ну, очевидно. А фармакологические компании, конечно, будут их мужественно лечить такими лекарствами замечательными, что они вымрут еще быстрее. Уже сколько, вы понимаете, вот как работает капитализм, да? Вот сколько сериалов, фильмов, разоблачающих фармакологические компании в Америке и так далее. А реально контроля становится все меньше и меньше, а их власть все больше и больше. И главное монетизация, богатство, они богатеют и так далее. Вот это же страшный процесс. И совершенно очевидно, что вот это все, что происходит, деградация не только у нас. У нас понятно, деградация в Европе, на Западе в целом, да? Ну, она же рукотворна. Ну, неужели же непонятно, что вот этот Макрон, это не просто человек, это не Деголь, который сам себя сделал. Ну, как сам себя, не без помощи Сталина и Черчилля, но, тем не менее, сам себя. А это вообще некий винтик, шурупчик такой. И они даже не могут найти нормального человека. Ведь это же ненормальный человек. Он женат на своей учительнице, которая старше его там на 30 лет, которая доказывает уже 10 лет, что она не была мужчиной и так далее. И вообще, я уже говорил, она давно умерла. Это артист Панин. Таким образом, зарабатывает себе на жизнь, изображая жену Макрона в парике. Это наш артист Панин. Дай бог, чтобы во время какого-то приема он не нажрался там и не устроил скандал. Да. И вот, когда мы видим вот эту всю чепуху, когда мы видим, когда вся Франция видит, что у него какие-то непонятные отношения, то со своим охранником, арабом, там, Бенала, или как его, то ли, то еще там, что он вообще как-то странно себя ведет в обществе негров. Думаешь, ну это же ненормальный человек, он просто ненормальный. Ну почему не найти было нормального человека? Вот Деголь был нормальный, у него была жена, дети, у него была дочка больная, он ее любил очень сильно, страдал всю дорогу за нее. А этот-то ненормальный. И посмотрите на эти ничтожества, которые руководят Великой Германией. Это же один хуже другого. Эта женщина прыгала на батуте, ударилась головой, сделали министром иностранных дел. А если бы она не ударилась головой? Так бы и прыгала на батуте. Это гинеколог Урсула фон дер Ляйнен, да? Где это видно, что у женщины столько детей, да? А женщина ни разу умного слова не сказала, да? Руководитель коллективного Запада, Европы. Будет противостоять Трампу, если он победит на выборах. Посмотрите на то, что произошло в Англии. Это же вообще просто зашквар. Был лидер оппозиционной рабочей либористской партии, да? Твердый мужик. Причем, за что я его больше всего уважаю, он был не только твердый в отношении английских рабочих, народа английского и так далее, в защиту их, так сказать, социального положения, зарплаты, пенсии и прочего. Он даже был твердый в отношении поддержки братского народа Палестины против сионистского врага. Его схарчили. Почему у нас не показывают, как компрометировали его, как компрометировали с помощью фиктивных обвинений, фиктивных судебных исков его команду? У нас, вы вообще не узнаете это из наших СМИ, потому что он такой же враг английского, вот этого сатанинского государства, как и наших. Он для них тоже враг. Это же не какая-то мямля типа Зюганова, какой-нибудь Кашин, Новиков и прочее позорище самого слова коммунист. Это настоящий был рабочий лидер. Вот они с помощью купленных людей, значит, его убрали. И как только его убрали, выгнали из партии, его сняли с поста лидера, потом выгнали из партии, зачморили, его команду зачморили, тут же они побеждают на выборах. А какая же это демократия? Это же просто мистификацион. Это просто какое-то надувательство людей, просто надувательство несчастных людей. И вы посмотрите, что происходит в Англии, какие беспорядки. Люди охренели от этой жизни, они ничего сделать не могут, потому что манипулируют руководством оппозиционной партии, которая уже, кстати, и не оппозиционная. Просто, а кто это сделал, вот вопрос. Это сделали консерваторы? Нет, у них нет такого механизма. А кто это сделал? Это сделали спецслужбы? Кто это сделал? Вот это голубиное государство. Кто Корбина и его команду так скомпрометировал, выгнал из партии? И после этого, пожалуйста, идите, власть ваша, дурачьте дальше головы несчастным английским трудящимся. Ведь проблемы-то у них в Англии очень похожие на наши. Я имею в виду демографию замещения населения. И Англия – это витрина демократии. Витрина магазина продовольствия, как сказал Майковский. И раз там вот такая идет манипуляция, абсолютная манипуляция, то что же говорит Францию? Ну, я уже говорил про Францию. Вот победил Новый Народный Фронт. Но он победил только после того, как туда внедрили под видом социалистов своих нужных людей. Гальдмана и прочих там, значит, гальдманов. И эти нужные люди совершенно поменяли Народному Фронту ориентацию. И вот только после этого он победил. Но власть ему все равно не отдают. Вот этот больной Макрон, он не отдает власть. А те не выводят на улицы миллионы французов, которые за них проголосовали. А почему? Да потому что это тоже люди манипулируемые. И они точно так же выступают за продолжение помощи украинским фашистам. Они точно так же... Ну, они... Это, понимаете, это просто какая-то гигантская манипуляция. Но она происходит в таких масштабах, это уже в масштабах огромной европейской страны, главной, самой большой. Это просто страшно становится. А какой демократии идет речь? И касательно этих людей, да? Ну, какие они левые, если желтые жилеты отказались с ними сотрудничать? То есть, народ уже... У народа нет представительства. Народ говорит... Вот трудящиеся, да? Вот желтые жилеты конкретно. Они говорят, мы не доверяем этим людям. Это просто мошенники и жулики. Еще хуже, чем в Единой России. Ну, понятно, мы должны... А при чем тут наша Единая Россия? Они говорят, да наша-то еще хуже. А мы говорим, да не надо, пожалуйста, преувеличивать. Только бы Россию хаять. Наши хуже гораздо. Ну, тут неважно. Не будем меряться, как говорится. И я думаю, что... Я думаю, что вот эта вся такая совершенно очевидная манипуляция народным мнением, народом, манипуляция демократии, она везде. Хуже всего, конечно, это наши ближайшие друзья. Это Иран со своими аятоллами. Кстати, обратите внимание, вот на Иран, как интересно, молится вот этот наш изборский клуб, да, во главе которого стоит вот этот замечательный персонаж Аверьянов, который забанил меня и оскорбился после того, как я сказал ему, что надо идти ему на завод поработать, значит, в трудовой коллектив, чтобы ума набраться. Да, вот этот человек, вот они за Иран там топят, это наши союзники. Почему за Иран? Потому что им нравится вот это все, как там устроено, аятоллы эти все, вся вот это подавление студентов и так далее. Им это нравится. Другим нравится Индия, им тоже Индия очень нравится. Почему? А потому что там как раз все по Дугину и по Ильину. Там касты. Там реально фашистское государство. Вот реально строится фашистское государство. Открыто, грамотно. Значит, вот во главе специально такой дедушка, похожий на Айболита, стоит такой благородный старичок, седенький такой, в белом ходит. А реально-то за ним-то кто стоит? Фашисты. Партия, которая правит Индия, была создана в 30-е годы как аналог фашистской партии Муссолини. Любой человек в Индии это вам скажет. Да посмотрите в Википедии. Вот эта фашистская партия создана в 30-е годы, она меняла название, то и все, сейчас она правит Индией. Есть, конечно, в мире альтернативы. Но прежде всего это Китайская Народная Республика. Скоро, кстати, юбилей будет в проглашении этой республики замечательной. Эти люди говорят, что мы работаем над тем, чтобы перейти к строительству социалистов. Они не говорят, что они строят сейчас социализм. Они говорят, мы перейдем, мы перегоним Запад экономический и тогда перейдем к строительству социализма. Абсолютно правильно. Вот, когда кто-то из наших левых критикует Китайскую Народную Республику и говорит, что там нет никакого социализма, что там капитализм еще хуже, чем в Европе и так далее, эти люди или клинические дураки, клинические, которые нуждаются в медицинском обследовании. Просто опасные люди. Или это провокаторы подословно. Потому что никогда Китай не говорил, что они сейчас строят коммунизм. Они говорят, мы строим фундамент для этого строительства. Потому что нельзя построить социализм, покуда ты не обгонишь. Это понимал и Сталин, это понимали все, и только это не понимают наши левые догматики, ортодоксы. Или провокаторы, которые рядятся вот в этих догматиках и которые таким образом пытаются сбить с правильного пути молодежь и подростков. Это совершенно очевидно. Китай, то же самое, Вьетнам говорит. Главное, что там во главе стоят коммунистические партии, что эти партии руководствуются научной картиной мира, а не какими-то бреднями никакими сатанизмом или еще чем-нибудь похоже. Поэтому там такие быстрые темпы роста, поэтому такие быстрые темпы развития. И поэтому не руководитель Северной Кореи едет на поклон Москву, а наоборот. А наоборот. И я думаю, что вот это все, вот эта картина мира, самое страшное, ну, ладно, Советского Союза нет, но что делать? Вот что делать? Делать, безусловно, мы видим, что надо, во-первых, обновить левое движение. Вот мы уже много раз говорили, вот в Германии позитивный пример подала Савочка Вагенкнехт. Вагенкнехт. Не знаю, значит, насколько она далеко зайдет, но пока вот то, что она делает, это пользуется огромным успехом среди немецких трудящихся. и это действительно внушает надежду. Я имею в виду прежде всего даже не вопрос об Украине, а вопрос о мигрантах, потому что для нашей страны это очень важный вопрос. Вот я вчера целый час собачился со своим старым товарищем еще с конца 80-х годов по левому движению, до этого у меня был такой диспут по пьяни, правда, тоже с другим левым теоретиком марксизма, анонизма, значит, и мы там, и я говорю, слушайте, не надо высылать всех мигрантов, не надо заниматься ксенокфобией, не надо их сажать, не надо, просто речь идет о соблюдении закона, то есть те, кто здесь нужны, те, кто действительно сдает экзамены по языку, по другим знаниям, те, кто готовы ассимилироваться, а не создавать здесь эмираты в конкретно взятой пригородах Москвы, которые готовы, не хотите ассимилироваться, езжайте домой, и там соблюдайте все свои правила, все свои обычаи и так далее, но если вы лезете в чужой монастырь со своим уставом, то возникает вопрос, а во главе этого монастыря кто стоит, сколько ему заплатили за это, нужны вы, нужна ваша специальность, вы что-то умеете, покажите это, продемонстрируйте, но если вы покупаете экзамен, если вы с помощью коррупции взяток проникаете в нашу страну, вас, конечно, надо обратно депортировать, нахрена вы здесь нужны, сидеть на шею у местного народа, который и так вымирает от того, что каждый год его жизнь увеличивается, как нам объясняет власть, каждый год у нас, вы знаете, у нас еще недавно я говорил, 20% было нищих, сейчас 8, цены растут, инфляция разгоняется, но нищих стало гораздо меньше. Не дожили, наверное, до счастливого будущего. Нет, ну тут можно было бы сказать еще более цинично, но воздержусь, значит, я думаю, что это, конечно, все уже, наверное, даже сами, кто говорит, в это уже не верят, но тем не менее, вот мы живем в такой стране. И теперь возникает вопрос, почему же, если я говорю, что надо с мигрантами поступать по закону и исключить коррупцию из отношения к ним, почему же я не интернационалист, почему же я ксенофоб и там и фашист и националист? Да ни в коей степени. Да ни в коей степени. Ведь не только таджики, там узбеки приезжают и здесь торгуют наркотиками, бог знает, чем занимаются. Этим занимаются и русские, которые приезжают сюда из этих республик. И что теперь? Тут нету никакого отношения к национализму. Вот приехал, работать не хочешь, не можешь, язык не учишь, живешь как будто бы у себя в кишлаке, нахрен ты тут нужен? Крокусы захватывать? Нахрен ты тут нужен? Причем здесь анти мигрантские настроения, националисты, ни при чем, тут абсолютно ни при чем. я не могу сказать, что у меня есть какие-то друзья или знакомые среди узбеков, или это, нету, не буду врать. Среди евреев много друзей, людей, которых я уважаю, вот среди этих людей нету, но тем не менее я к ним отношусь уважительно, я ничего против них не имею. Меня раздражают московские таксисты из числа этих людей, ну они просто реально задрали своим непрофессионализмом. Ну я не говорю, что надо их теперь из-за этого обратно выслать. Пусть учатся молодые парни, надеюсь научатся, надеюсь они способны научиться в отличие от некоторых людей, которые государствами руководят по многу лет и ничего так и не поняли. Поэтому вот еще раз говорю, эта проблема с мигрантами, она должна решаться в рамках закона. Без коррупции. А как же она может быть решена в нашей стране, где кроме коррупции ничего нету? Все держится на коррупции. Здесь все государство держится на коррупции. Это же не я придумал, это говорят профессора, экономисты и так далее, что убери коррупцию и все государство развалится. Что же это за государство такое построили? Как оно может вообще побеждать где-то? Как мы можем стать великой супердержавой? так мало того, так для того, чтобы эту коррупцию зацементировать, чтобы никто не посмел ее ликвидировать, еще и нам, значит, философия Ильина, Дугина и так далее. то есть подводят поэдета фашистскую идеологию. Зачем? Мы страна, которая победила фашизм в годы Великой Отечественной Великии. Зачем нам это позорище? Зачем нам это позорище? И тут главное, опять же, что у нас был прекрасный исторический опыт. Это Советский Союз. Советский Союз это не просто вершина мирового развития, вершина развития всей цивилизации, всего мира. Это вершина развития России. И это планомерно вот все, кто у власти, они ненавидят. Вот похоже, там экзамен. Приходишь там, вот хочу министром быть, порулить, экономика, ты как Советскому Союзу? Ненавижу, ненавижу, как был фильм такой там, Луновой спрашивает что-то, ну что, попался, ненавижу. И вот они ненавидят Советский Союз. Это единственное, чтобы стать министром, надо ненавидеть все советское. Они могут говорить что угодно. Они могут за власовским флагом 9 мая нести красный флаг победы. Это ради Бога. Но а что вы хотите при этом? Что хорошего произойдет? Поэтому еще раз говорю и повторяю, антифашизм вот что спасет человечество от от этой железной пяты олигархии, которую нам готовят. Запад, Америка, Индия и иже с ними. Антифашизм. Мы должны поддерживать идеологию антифашизма. Антифашизм в нынешней ситуации развития экономического развития цивилизации, производительных сил, он автоматически приведет к социализму. Автоматически. Потому что это отрицание капитализма во всех его видах. Право консервативным трамповском, орбановском, путинском, болсонаровском, лепениховском, итальянских этих и либерального фашизма. И этот антифашизм должен стать точкой объединения всех настоящих здоровых левых сил. Не тех чепушил со справками, которые у нас в левом движении развелись, не провокаторов подсадных, их огромное количество в левом движении, я думаю, половина, не меньше, которые работают на огромное количество разных ведомств, начиная от администрации президента, кончая таможенной службой. А именно антифашизм как выход из той ситуации, которая... Сейчас такая же ситуация, как накануне... Вот сейчас юбилей будет, начало Второй мировой войны. Вот тогда антифашизм спас человечество. В Испании началась эта война, 40 тысяч коммунистов приехало туда воевать с оружием в руках. Приехало к нам на Донбасс 40 тысяч коммунистов воевать. Что там я не заметил. И потом это продолжилось. Но тогда был капитализм, который выступал против фашизма. Англия, Америка. Сейчас такой нет. Сейчас опираться можно только на Китай, Вьетнам, Кубу, Северную Корею и другие страны социалистического выбора. Я думаю, что это абсолютно точка переформатирования левого движения. Надо создавать российское антифашистское движение. Российский антифашистский фронт. Надо объединяться всем здоровым силам, всем, кто хочет каких-то позитивных изменений. объединяться в российский антифашистский фронт. И мне вот пишут, постоянно говорят, на Вроре вот это занудно все время. Надо всем, надо там с этими националистами. И вот сейчас прислали сегодня опять этот сидящий несчастный человек, забыл фамилию, который вот в Донбассе там начинал, забыл фамилию. Значит, он тоже пишет, надо всем объединяться, спасать Россию и коммунистам, и националистам. Нельзя объединяться с фашизмами в борьбе против фашизма. Нельзя. Нельзя. Это уже проходили. Вот штурмовики у Гитлера, вот они были такие же честные и наивные националисты. Они помогли Гитлеру прийти к власти, потом их вырезали просто. Уже это проходили много раз. Только на основе антифашизма, без всякого национализма, без всякой ксенофобии, на основе доброго, извечного пролетарского интернационализма, только на этой основе можно спасти на сегодняшний день не только всю планету, но даже больше можно спасти Россию. Я думаю, что вот это абсолютно элементарная вещь, это абсолютно тут не надо много ума и в качестве конкретных первоочередных задач, я еще раз говорю, надо бороться за возвращение Волгограду имени Ли, Сталина. Это позор, просто национальный позор. Это идти по пути вот этих антисоветчиков и русофобов. Это позор. Надо вернуть городу на Неве имени Ленина, потому что под именем Ленина этот город процветал, вот я жил при Романове все время в этом городе, это строительство везде, город хорошел каждый день. Посмотрите биографию Романова в Википедии, посмотрите, вот наберите Романов в Википедии, сколько Романов сделал для Ленинграда и сколько сделали для этого цари, что они там сделали? Расстреляли во время восстания декабристов тысячу ни в чем не повинных крестьян, которые вышли поглазеть, что там происходит. Тысячи человек, Нева в крови была вся, трупы плавали, не могли воду брать из реки. Это же какой-то тысячу человек, ни в чем не виновных, которые пришли просто к артечу расстреливали, чтобы они не дай бог не присоединились к бунтовщикам. Что там хорошего было? Погром немецкий, позорище в начале Первой мировой войны. Погром убили там сколько людей, никто не знает, никто не считал. Убили Распутина, несчастного этого долбодятла, только за то, что он единственный, кто при дворе представлял русского крестьянина, русский народ в какой-то извращенной форме, ну представлял, был против войны, которая погубила в результате империи. Что там было хорошего? Посмотрите с именем Ленина. Крупнейшая в истории блокада. Чудовищная блокада. И город устоял, выстоял, как и выстояла страна. крупнейшая битва в истории человечества не было более важной крупной битвы. Сталинградское сражение. И забрали имя Сталина. Это, знаете, не просто какой-то исторический, я не верю в магию, ну знаете, как корабль назовешь, так и поплывет. И я думаю, что недаром кто переименовал Ленинград? Собчак. Вот отец вот этой профурсетки. Вы посмотрите, что это был за человек? Чему он мог научить своих учеников и свое окружение? Ведь это ничтожество полнейшее. Пустобрюх. Рыжкова довел, тот плакал на сцене, говорит, простите, виноват, исправлюсь, дурачок. Ну, если ты дурачок, зачем ты вылез к председателе Совета Министров великой страны? Ну, сидел бы себе на заводе там у себя примусы подчинял. Странно? Вот это очень важно. И, конечно, очень важно, чтобы не драпировали мавзолей Ленина. Мне сказали, что это все поверхностно, это да, это поверхностно, конечно, сто процентов. Я много раз говорил, что вопрос, там, уберут тело Ленина, не уберут, мне лично наплевать, мне важно, чтобы итоги приватизации были пересмотрены, мне важно, чтобы трудящимся вернули собственность, которую они, их деды, прадеды создавали, и которые все разворовали, и используют неэффективно. Это сто раз важнее, чем будет Ленин в мавзолее или нет. Хотя, конечно, за то, чтобы в мавзолее сохранить. Вот это важно, экономика, производительные отношения, производительные силы, вот это фундамент всего. И, безусловно, безусловно, чтобы этот фундамент изменился, безусловно, надо бороться с фашизмом во всех его проявлениях. Потому что нынешний капитализм это прямая дорога к фашизму везде. И вот у нас, например, очень большой друг, единственный, по-моему, друг, потому что сербский этот президент, это не друг и не враг, а так. как пел Владимир Семенович. А вот этот Орбан, Венгрии, вот все, Орбан сказал, Орбан, ты наш мужик, это такой Орбан. Да. Ну, посмотрите, какая чудовищная антисоветская русофобская пропаганда идет все эти годы при Орбане в Венгрии. И никто не реагирует на это. Посмотрите, у них музей в столице, да, просто море лжи. Вот русские здесь уничтожили, после войны там сотни тысяч людей расстреляли, посадили и так далее, все такое, это русские тут все делали, все там убивали, там, слушайте, я, значит, тут меня спросили на эту тему, я посмотрел, Венгрии сажали после войны преступник военных, народные суды венгерские сразу же были созданы. И более того, я с ужасом обнаружил, что оказывается ядро этого судейского корпуса составляли старые судьи, которые до этого работали судьями, прихорки, диктаторы. Они судили этих военных преступников. Венгрия была первая, она переплюнула Италию по поддержке Гитлера. Венгры зверствовали на советской территории и не только на советской, но и на югославской, кстати говоря. Причем югославы там посчитали всех, а у нас никто не посчитал за 70 лет советской власти и 30 лет демократии и деградации. Никто не посчитал, а сколько венгры-то убили мирных людей, сколько венгры уничтожили наших военнопленных. Они зверствовали хуже румын. Уж казалось бы, хуже румын людей на мире нет. Хуже. И эти венгры дали в СС больше всего добровольцев. В СС переплюнули всех. Остальные идут с отрывом после венгров. Никто не обращал никогда внимания. Никто им слова не сказал за все годы советской власти. А сейчас им в жопу лижу, потому что единственный союзник. И я смотрю, ну не союзник даже, а так, не пойми как. И я смотрю и думаю, блин, хорошо, сегодня ему выгодно поддерживать нашу страну. Ну он-то хитрая собака, он там у себя под видом антикоммунизма, антисоветчины проводит это чисто русофобскую историческую программу. А почему наши-то все молчат? Почему молчат все эти люди? Сейчас создан какой-то там совет национальной памяти при президенте во главе с какой-то женщиной, никто ее не знает, кто это такая. А почему они венграми не займутся? Если вы хотите историю, память историческую возрождать, если вы хотите, чтобы в истории была не бла-бла-бла, себе минутная конъюнктура, а реальная, про поляков пишут они там то-се, а венгры-то 500 тысяч их в плену оказалось. 500 тысяч. Именно вот венгрия, которая вроде бы как за Россию, это хороший пример, что это вроде бы как фашизм, как бы он геополитически себя не позиционировал, он и есть фашизм. Нам не надо поддерживать вот этих фашистов, как бы они к России не относились. И в этом отношении я считаю, что должна быть принципиальная политика. Принципиальная. Никаких вот Индия то же самое. Ну, тем более, что то, как они в экономике с нами поступают, это даже Швондару не снилось. И Швондар бы, наверное, умер бы от разрыва сердца, если бы это все узнал. Поэтому, друзья, еще раз говорю, вот антифашизм, вот создание российского антифашистского фронта, вот что должно стать ближайшей целью. Надо всем левым силам, всем здоровым людям, всем, кто не хочет жить при фашизме, что всем, кто не хочет жить вот в этом новом мире, который грядет, если мы не будем сопротивляться, мире, который описал Жена Ионеска в пьесе «Носороги». Много раз говорил, смотрите пьесу «Носороги» Жена Ионеска. Вот мы должны сопротивляться, как сопротивлялись наши деды и прадеды в 30-е годы и во время Великой Отечественной войны. Три тысячи наших офицеров поехали в Испанию и там воевали героически. Три тысячи наших офицеров поехали в Китай и там воевали против японцев с 37-го года. У нас получается, еще до войны не меньше 6-7 тысяч офицеров воевало с фашизмом в разных странах. Поэтому, дорогие друзья, антифашизм вот наша новая национальная идея. Спасибо, Александр Иванович. Да, любой капитализм заканчивается фашизмом, а это, в принципе, конец истории с таким оружием, которое мы сейчас имеем. Спасибо, Александр Иванович. Вперед в СССР! Да здравствует Коммунистическая партия Израиля! Продолжение следует...